Братья-месяцы В этот день христиане чтут память святых Акиндина и Пегасия. Были вельможами при дворе персидского царя Шапура Сапора II Великого, IV век. Еще свеклы-заревницы начинают топить печи в авинах, а вот Акиндин и Пегасий считались их покровителями. В народе говорят «Акундин, разжигай авин» или «Акундин разжигает авин, а Пегасий солнце гасит». Очевидно, что поговорки эти построены на обыгрывании имен покровителя дня, и выбор именно святых Акиндина и Пегасия во многом определился удачной рифмовкой с теми словами, которые выражают основные занятия, заботы и природные характеристики наступившего периода. Действительно, работа в авинах, ригах, житницах, нагумнах для крестьянина была основной. Хлебные снопы надо вовремя обмолотить, просушить, изберечь собранный урожай. Важно и то, что в эту пору дни стремительно укорачиваются, солнце как будто гаснет, и невозможно успеть с работой при дневном свете. Требуется разжигать костры, печи для нагревания авина, просушки снопов и работы в вечернее время. Поэтому огонь, который зажигали для обогрева помещения, представлял собой большую опасность. Крестьяне обращались к святым, прося уберечь амбары и авины от огня. Уставшие люди часто не замечали, как из очага вылетала искра и начинался пожар. А как известно, в авинах сушат зерно, разводя в нем огонь. А на огне мальчишки пекут картошку, рассказывают разные истории, вспоминают про авинника, гуменника, рижника. А вины и риги были, по мнению крестьян, населены духами, которые назывались соответственно авинниками, гуменниками, рижниками. Как они выглядят, мало кто знает. В истинном своем виде авинник никогда не показывается крестьянину, иногда принимают человеческий облик или образ большого черного кота с горящими красным цветом глазами или вид барана. Однако дух этот никогда не мешает топить авин. Если же чем-то досадить авиннику, он может вбок пихнуть, да так, что дыхание перехватит. А может и огонь шевырнуть на снопы и спалить урожай. А чтобы этого не происходило, духа необходимо было задобрить. Когда заканчивался урожайный сезон, авиннику приносили свежие пироги и благодарили за работу. А перед тем, как топить авин в первый раз, надо попросить у этого духа дозволения сушить хозяйственные постройки, поклониться и сказать. В народе день этот также называли житницами, так как на Акиндина было принято обращаться к святым о сохранении зерна. По народному поверью, в этот день Акиндин и Пегасий осматривают житницы. Нерадивых хозяев наставляли или даже строго наказывали, а родивым с радостью помогали. Ну а думающие о долгой и холодной зиме крестьяне позаботились о сохранении урожая, заранее приведя в порядок свои амбары и клети для хранения зерна. Почитались также обряды оберега зерна в закромах, потому как собранное добро могло подвергнуться неблагоприятным воздействиям влажности и набегам мышей. На Руси житницы часто выносились за пределы двора. Они стояли в поле, срубленные так же надежно, как и избы. Внутри этих хранилищ пол и потолок, а вдоль стен отгороженные закрома, сусеки, засеки. В некоторых местах России и поныне можно увидеть заброшенные, полуразвалившиеся амбары, которые, как будто старые седые путники, что крепкой дружиной стояли прежде возле крестьянских дворов, собираясь в путь, кряхтя поднимаются с земли. В этот день примечали. Снегирь пищит, свистит, скоро зима будет. Галки собираются гурьбой и прилетают к человеческому жилью, жди большого снегопада. А еще говаривали, сколько бы снегу не выпало в ноябре, отепели, его сгонят. Синица к избе, зима на дворе. А по одному из славянских календарей 15 ноября – день Мары. Родные боги оставляют явь до каледы, природа замирает. Это время – начало рождественского очищения души и тела. Празднование в этот день не происходит, но православный родновер отдает дань почтения богам темной наве, утверждаясь в праведности. То есть в этот день очень важно совершать добрые, благие поступки. Славяне, мудрости и здравомыслия вам! Ведь весь многообразный мир открывается перед тем, кто познает, а чтобы подняться на очередную ступеньку развития, замени желание верить на желание знать, ведать. Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова « realisticaine Millennial» Продолжение следует...